МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите и слушайте. Интуиция с космосом. Первый блин опять комом. Атлетика, зенит. Но всё равно нам надо смотреть дальше. Баварский тест российской премьер-лиги. Голод как кетчуп. Сначала никак, а потом польётся. Мастер-класс на Дону. Ростов-Зенит. Первый, второй, третий, четвёртый. Восстание Спартака. Лучшие матчи девятого тура премьер-лиги. Он вернулся. Здравствуйте. Вы в футбольной столице. В студии Геннадий Орлов и Сергей Акулиников. Добрый вечер, футбольная столица. Зенит вернулся на первую строчку турнира таблицы? Или ещё кто-то куда-то вернулся, Сергей? Нет, нет. Личность. Личность. Андрей Аршавин вернулся таким, каким мы его хотим видеть. Феерическая игра Зенита в атаке в Ростове, где три сольных партии сливались в единую прекрасную мелодию. Конечно, это всё обнадёживает болельщиков на предстоящие игры. Три солиста – это Дани, Халк и Аршавин. Причём каждый из них может стать первой скрипкой. Александр Киржаков превращает этот ансамбль в квартет. Андрей Аршавин возвратился. В полной мере. Как мы себе это и хотели. Жаль, конечно, что это открытие не состоялось в прошедшую среду. Но тактика в Мадриде была избрана иная. На матче «Атлетика Зенит» побывал Виталий Краус. Ну, здравствуй, Европа. Привет, Мадрид. Вроде бы всё, как и в прежней Лиге Чемпионские выезды. Ну, кроме одного значительного дополнения. Для игроков не старше 19 лет. Молодежная Лига Чемпионов – поистине прекрасное начинание. Однако пока сырое. Нам, к примеру, минут 20 пришлось с камеры прибиваться сюда к бровке, чтобы показать вам кадры первого матча «Зенита» в этой самой молодёжной Лиге Чемпионов. И ещё столько же нас от бровки прогоняли. За это время молодёжка «Атлетика» накидала «Зениту М» три мяча. А после того, как организаторы всё же смогли отправить нас на трибуны, в ход пошёл телефон. В общем, первый мяч нашей молодёжки мы всё равно показываем. Итоговые же 2-4 воспринимать как трагедию не станем. Не стал её так воспринимать и Дмитрий Черышев. Мы будем работать, будем прогрессировать и будем расти. И ребята обязательно в концу года покажут, на что они способны. Ну, постараемся, потому что домашняя стена тоже, я думаю, помогут болельщики, соответственно. Добавлю, что болельщиков на трибунах было не так много, как могло ожидаться. На улицах Мадрида от парней и девушек в сине-бело-голубом. В глазах тоже, прямо говоря, не рябило. Не увидели мы их и у символа города – медведей с земляничным деревом. Немного помог Карл Третий. С высоты своего постамента узрел болельщиков «Зенита». Ещё несколько человек на главной площади Мадрида за несколько часов до матча. И это, пожалуй, всё. Другое дело вокруг стадиона. Погода шикарная, всё хорошо. Я за 3-1. Я за 2-1. На ничью мы вполне достойно можем сыграть. Я думаю, что мы их победим. Ну что, всем удачи, наверное, всё. Интуиция с космоса. А ещё в наши столичные сети попалась Светлана. Девушка, которая помогает испаноговорящим болельщикам «Зенита» просматривать официальный сайт на родном языке. Живёт Света, конечно, в Испании. Вот уже 7 лет. Здесь приехала сейчас смотреть игру «Зенита». Ну и я замужем за испанцами. Так получилось, что у меня муж испанец, который абсолютно не увлекается футболом. Так же в семье я единственная болельщица. Ещё реже встречаются испанцы, болеющие за российский клуб. Но мы нашли и такого. У меня жена из России, так что у нас всё общее. Ещё мне нравится, как у вас болеют. Атмосфера на Висенте Кальдерон непередаваемая. Хотя почему непередаваемая? Примерно такие же ощущения я испытывал в Краснодаре. Сквозь шум лузганья семечек где-то там вдалеке слышно зенитовских фанатов. Впрочем, на этом аналогии и закончились. Миранда отправил первый мяч в ворота Ладыгина. Халк статус Ко восстановил. Но ненадолго. Туран с третьей попытки заковырял второй мяч в сетку Зенита. Бабтистау довершил начатое и установил окончательный счёт. Поражение с таким счётом это не самое хорошее. Не то, что легко забудется, но всё равно нам надо смотреть дальше и пытаться отыграться. Ещё много матчей впереди, так что пока рано говорить о явных фаворитах. Мы знаем, что мы должны победить. Атлетика Зенит, безусловно, самый полемичный момент, который связан с этим матчем, это тактика Лучано Спалетти, выбранная на игру. Все говорят о том, что итальянский специалист напрасно выбрал вот эту схему с тремя защитниками. Зенит практически по этой схеме не играет. И если один раз повезло в матче против ЦСКА двухлетней давности и потом уже не везло с Аплоялом, например, то зачем нужно было выбирать эту схему, совершенно не обкатанную внутри команды, совершенно неизвестную игрокам против такого сильного соперника, когда нужно было именно за счёт командной игры попытаться преодолеть Атлетика? — Ну, было бы очень просто мне сказать, конечно, вы правы, но всё-таки давайте поразмышляем. — Я бы тогда Зенит тренировал, если бы вы так сказали. — Да, давайте поразмышляем. Дело всё в том, что очень хорошие края у Атлетику. Эти края надо было закрыть. За счёт чего? За счёт того, что крайне хорошие защитники у Зенита и плюс три центральных. И, в принципе, ведь если бы не этот гол, это же ошибка была при стандарте, она могла быть вообще при одном защитнике, да, то первый тайм можно было сыграть ничью, а вот дальше можно было переходить на игру в четыре защитника. — Так если бы гол не состоялся, вряд ли бы Лучану с палетти перешёл, отказался бы от этой схемы, всё-таки кажется, не признал бы он свои ошибки. — Но в нашей группе состоялся и матч Аустрия-Порту. В Вене португальцы выиграли 1-0. Что говорили об этой игре футболисты Аустрии, вы услышите и в конце программы. И сможете сравнить с тем, что видите сейчас. Порту сыграл на классе, неторопливо примерился к цели в первом тайме и забил во втором. Чем смогли ответить хозяева? Пожалуй, лишь этим ударом в штангу. 0-1. Атлетико и Порту оккупировали две верхние строчки, но вся борьба в группе ещё впереди. Для ЦСКА начало этой лиги чемпионов как холодный душ. Правда, вполне ожидаемый. И вот здесь бы показать свой класс тренеру Слуцкому. Но уже на четвёртой минуте все его козыри оказались сбиты. Что они против Алабы и его сумасшедшего удара? Никакой Акинфеев тут не поможет. Армейцы вроде бы отходят, пытаются атаковать. Правда, Муса бьёт мимо цели. Зато Бавария уже готовит своё главное таранное оружие. ЦСКА остаётся уповать на штанги, на искусственный офсайт. И действительно, в этом моменте вне игры были все мюнхенские нападающие. Кроме Манджукича. После перерыва Акинфеева ждала двухраундовая дуэль с Робином. Раунд первый за Игорем. Раунд второй без комментариев. И снова без офсайда. Спасибо Цауне. 3-0. Прямо по Высоцкому. Как школьнику биться с отпетой шпаной. Чтобы выяснить, в каком классе учатся школьники Слуцкого, есть ещё 5 туров. В параллельном матче контрольную работу, как играть против Манчестер-Сити, провалила Плезенская Виктория. Те же 0-3. И четвёрка разбилась на две пары. Результат матча Бавария-ЦСКА в очередной раз показывает нам, к сожалению, какой огромный разрыв между лучшей российской командой и лучшей европейской командой. И пусть сколько угодно болельщики ЦСКА говорят о том, что, дескать, не заладилась игра у ЦСКА, и пас не шёл, и пространства не хватало. Всё шло, всего хватало. Бавария просто не давала армейцам играть. Это всё Бавария. Теперь дела российские. Впервые за долгие годы в Ростове за два дня до матча все билеты были проданы. Такой интерес вызвала встреча Ростов-Зенит. В свою очередь я хочу отметить, что у питерской команды в Ростове десятки, а может быть сотни поклонников, причём их много было у гостиницы, где проживал Зенит, на стадионе возле раздевалок, автографы, фотографии. То есть есть на кого положиться зенитовцам и в городе на Дону. Наш корреспондент Артём Тихомиров следил за футбольными событиями в Ростове. Ростов-папа? Теперь точно да! Судите сами, Дзюба и компания в авангарде турнирки, да ещё Мундиаль и суперсовременный стадион не за горами. Итак, мы на левом берегу Доны. Ещё совсем недавно здесь не было ровным счётом ничего. Но с 18 мая посредством намывной технологии началось создание фундамента будущей арены. Работы ведутся сутками напролёт. Мы же топчем его, ездим, загоняем ещё бульдозера. Топчем. И так же оно вечно будет стоять. Строители на Крестовском, вы всё записали? Если нет, обращайтесь к Виктору Ивановичу. Привет, футбольная солица! Дмитрию Черышеву в ходе матча молодёжки было не до приветов. А ведь так сладко всё начиналось. Экватор первой половины... Паша Долгов принял мяч, скинул пяткой мимо игрока. Я вышел один на один. Ну и забил в дальний угол, покатил мяч. Однако ещё до свистка на перерыв юные зенитчики умудрились пропустить дважды. Второй мяч ростовчан выдался особенно курьёзным. К счастью, заключительная 45-минутка осталась за нами. Трудяга Гасилин подкараулил отскок, окрылив тем самым наставника кулинарно-оранжевым оптимизмом. Удающийся футболист Ван Мистеру сказал замечательные слова. Голод как кетчуп. Сначала никак, а потом польётся. Помимо молодёжки и главной команды «Зенитов», в выходные на ростовской земле надлежало сыграть и ещё одной питерской банде. Да ещё как сыграть! Отгрузив авоську с восемью дынями хозяевам международной битвы за Кубок Дона, академики Ю-14 озадачились куда более грандиозной целью. Естественно, каждый турнир у нас самая высокая задача. Мы хотим выиграть этот турнир. Несколькими часами позже мысль о победе витала в головах чуть более взрослых людей, внимательно всматривавшихся в приметы. Главное, чтобы хорошая погода была в Ростове и выходной. Я всегда, когда иду на футбол, стоят бабушки. Я всегда на победу, я всегда им бросаю денежку. Если мы верим в команду, команда играет. А мы верим в команду. Если верить в Би-Би-Ти, ростовский футбол лучший на Юге Руси. Ростовский футбол это я, ростовский футбол это мы. Ростовский футбол это лучшие люди страны. Далее в программе. Божевич в аду, ростов-зенит. Во втором тайме мы выложились по полной. Утомленный Рубин. Обзор матчей девятого тура премьер-лиги. Со дня последнего официального матча на Крестовском острове прошло 2593 дня. Вы снова в футболе столицы. Это программа о футболе, зените и Петербурге. В студии Сергей Акулинин и Геннадий Орлов. После поражения всех участников Еврокубков из России в очередном туре национального первенства на зенит смотрели с тревогой. Восстановился ли он после командировки в Мадрид? Нашу симфонию мы назвали «Петербургские пляски». Синие, бело, голубые, эй! Синие, бело, голубые, эй! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Легко не было. Первый тайм был такой. Старались все время прессендовать, не давали выходить им. Все-таки во втором тайме мы выложились по полной. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наверное, после второго гала... Самому мне было уже поспокойнее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Первый, второй, третий, четвертый. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА По традиции после матча, перед тем, как мы начнем обмениваться мнениями, первое слово первому лицу команды. Лучано Спалетти дал интервью нашему корреспонденту. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сегодня вечером Зенит играл как настоящий Зенит. Мы очень здорово держали мяч. Нити игры были в наших руках от первой и до последней минуты. Ребята действовали остро и не дали сопернику сделать ровным счетом ничего. Может, после первого гола в дебюте второй половины мы стали играть слишком аккуратно, но потом забили еще и уверенно довели матч до победы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Согласен с тем, что ребята сегодня победили абсолютно заслуженно. Приятно, что после фиаско в Мадриде они правильно настроились, услышали меня. Нам нужен был положительный результат, и мы его добились. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Самое главное, что было в этом матче, это, конечно, борьба за мяч на каждом участке поля, и плюс высокое техническое искусство игроков Зенита по отношению к игрокам Ростова. Ведь ростовчане очень готовились. Все интервью, которые давали игроки, мы, обязательно, и Дзюба, и даже Джано был передвинут под Дзюбу, но был передвинутый Аршавин под Киржакова. И вот эта четверка, она, конечно, будет творить чудеса, особенно в нашем российском чемпионате. Да это, у моих, в Лиге чемпионов, необыкновенно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Будем на это надеяться, и не зря Лучано Спалеть улыбается. Хочется добавить, что он единственный из российских представителей в Еврокубках сумел провести команду по этой неделе таким образом, что Зенит не засбоила в концовке. Помним, что случилось с ЦСКА, помним, что случилось с Рубином, с Кубанью. Зенит выдержал этот график. Ну и теперь о лауреатах. Сегодня их трое. Трое, которые получают ключи хранителей футбольной столицы. Это Халк, Даня и Аршавин. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Напоминаю, что мы вручаем ключи по итогам всех футбольных событий, которые случились с Зенитом на этой неделе. Поэтому не зря у нас появляются кадры из Мадрида и гол в исполнении Халка. Замечательный, блестящий гол, индивидуально прекрасно исполненный, в фирменном стиле для бразильцев. Который на 10 минут остановил вообще ход этого поединка. Ну, Атлетик он точно остановил. Ход в ход игры, может быть, не остановил, но Атлетик остановил. А мадридцы задумались, против кого они играют. Дани. Дани седьмой мяч забил в Ростове. Больше всех, мне кажется, двигается на футбольном поле. А кто ему ассистирует? Да. Герой Мадрида. И здесь как раз Халк отдает голевую передачу. А Дани, как всегда, свободен и забивает седьмой мяч. Он сравнялся в чемпионате России с Дзюбой. По семь забитых мячей. Кстати говоря, никогда в истории футбольной Дани в России такого не было, чтобы он так здорово начинал забивать голы. Ну вот Халк работает соло, Халк работает в дуэте, и Халк способен работать в трио. Именно он разгоняет атаку, которая завершается блестящим голом Андрея Аршавина. И как, какой пас был пяткой. А теперь великолепная передача от Дани. И Аршавин со своим небольшим корпусом по отношению к корпусу центрального защитника устоял на ногах. Еще раз, смотрите, как он такой вот жесткий, колючий. Сразу вспомнил, как Андрей Аршавин примерно так же в форме Арсенала бежал к воротам Ливерпуля, и забивать тот самый четвертый гол. Только тогда, конечно, может быть чуть-чуть побыстрее все, Геннадий Сергеевич, чем сейчас. Но здесь здорово выиграл борьбу, естественно, у габаритного африканского защитника Ксулу. Молодец. Итак, наша таблица. Дани уже четыре ключа. Ладыгин – четыре ключа. Халк – три. Широков – три. Кержаков – два. И вот в этом списке появляется Андрей Аршавин. В прошлый раз мы сказали, что он стремится, да? Да, да, да. Уже, потому что предыдущий матч тоже был уже выигрышный с его, вот с его игрой. Он выполнил свое обещание, и мы тоже его выполнили. Ну, футболисты «Зенита», они на поле такие все супергерои. А что касается повседневной реальной жизни, то они должны быть все-таки обычными, адекватными людьми, и максимально близкими к народу. И если болельщики знают их в лицо, то, мне кажется, и футболистам «Зенита» тоже не грех своих болельщиков знать в лицо, хотя бы поучаствовав в вот такой замечательной акции. Халк и Анатолий Тимощук собственноручно заправляли свои собственные автомобили, ну и автомобили болельщиков, которые, да, там тоже оказались в пределах доступа. Такой вот контакт осуществляют звезды «Зенита» с петербургской публикой. По-моему, очень замечательно, очень мило, очень трогательно. Автограф сессии этому, естественно, сопутствует. Куда же без автографов «Зенитских звезд». Интересно, они на одном бензине ездят, или на разных? К дерби особое отношение. Редкий случай, чтобы подобные матчи заканчивались в ничью. 0-0. Всегда есть голы, эмоции. «Спартак» под стать своему тренеру выдал запредельные эмоции. Слудскому нечем было ответить. С этого матча и начинаем турпоход. Во вторник «Бавария» повергла ЦСКА в нокдаун. «Спартак» отправил его в нокаут. Да такой, после которого нужна помощь врача, а не тренера. Удары сыпали со всех сторон. К его головы тины, косты и кулак. Простите, мяч не достигает цели. Скажете, чудом? Нет. Чудо вот оно. Глушаков и Мефсисян поочередно бьют по открытой челюсти. Простите, воротом. Но бог войны Марс защищает своих, подставив штангу. Теперь летит прямой справа. А Кенфеев успевает выставить руки и высказать защите все, что он о ней думает. Наконец у Марса лопается терпение. А ну вас! Тут Асбилис и открывает счет. Казалось бы, перерыв для армейцев кстати. А нет. Во втором раунде в ринге, простите, на поле, только «Спартак». Угловой скидка Жуау Карлоса. И Камбаров получает возможность доказать партнерам, что голова у него не только что бы думать. В боксе тренер бы выбросил на поле полотенце. Но Злудскому пришлось испить чашу до дна. Поднес ее Паршевлюк. 3-0. При таком счете Карпин может даже бить своих. И ему ничего не будет. Когда «Динамо» и «Локомотив» выходили играть на убитую поляну в Химках, машина для разметки еще ползала по траве. Минуточку, минуточку, сейчас дорисую. Но он дуэ доказал, что хорошему футболисту, как и танцору, ничто не мешает. Рвок с центра поля, удар, гол. Что при этом делал бежавший перед ним капитан «Динамо» гранат? Похоже, только кричал «Берегитесь, бежит!» «Динамо» ответила быстро. «Набо» оказался проворнее всех в Ивратарской. Но он дуэ в этот вечер был неудержим. Напрасно Габулов объяснял «Товарищ судья, смотрите, какая грязь!» Он просто поскользнулся. Пока Дуглас уходил с поля, думая про себя, хоть первым помоюсь, Самедов реализовал пенальти. В оставшееся время неугомонный дуэ успел отдать паст Качеву, что дало повод Кучику побить мировой рекорд по прыжкам в высоту для футбольных тренеров. 3-1 в пользу Лока. Похоже, Спартак был прав, махнув рукой на Лигу Европы. Слетавший в Марибор Рубин в присутствии своих истинных ценителей умудрился проиграть Томи. Кто бы мог подумать об этом после того, как защитник Рыков сыграл за Казань, скинув мяч Рандону. Наверное, даже и у главного тренера Томи Василий Баскаков. Реализуя Рандон второй шанс, и Баскаков летел бы в Сибирь на щите. Но Томь выручил сначала Божевич, а потом и у вратаря защитник Иранок. Какие боги отвернулись потом от хозяев, лучше всех знает Курбан Бердыев. Но сначала поле за фолл последней надежды покинул Рязанцев, и Томь сравняла счет. А после того, как сделавший все замены Рубин из-за травмы Рандона остался в девятером, гол стал вопросом времени. Время настало за три минуты до свистка. 1-2. Есть первая победа Томи, есть первое поражение Рубина. Спартак победив ЦСКА за счетом 3-0, конечно, припугнул конкурентов, я думаю. Ну, достаточно уверенно, красно-белые смотрелись. Но, тем не менее, о Спартаке трудно сказать что-либо новое по итогам этого матча. Все мы знаем, что Спартак способен на вдохновенные игры. Все мы знаем, что на фоне такого эмоционального заряда мощного спартаковцы могут провести концентрированно все 90 минут. Ну, а как объяснить, почему такой крупный результат, почему именно 3-0, мне, честно говоря, сложно. И еще сложнее предсказать, насколько Спартак продержится на этом заряде, на этом фоне. Ну, Служскому нечего было предъявить, и как-то он и сам выглядел безвольно, и игроки ЦСКА, в общем-то, особым желанием, старательностью ничего не... Но бывает. Дерми – это особый матч. Это одноразовая история. Звезды стали в пользу Спартака. Все четыре звезды, которые есть на эмблеме команды. Поэтому далеко у выводов таких впередсмотрящих нет смысла делать. Посмотрим, давайте, на результаты матча 9-го тура и таблицу чемпионата. Среди результатов, безусловно, отметим очередное поражение Терека. Команда по-прежнему не может выиграть. И над Юрием Красножаном давно уже тучи сгустились. Ждем оттуда новостей. На этот раз Терек уступил Краснодару. Ну и первую победу Томи мы с вами заследим. Да, но и Амкар выиграл в Краснодаре у Кубани. Зенит на два мяча больше забил, чем Спартак и занимает первое место. Правда, есть один портал в интернете, который по-прежнему Спартак держит на первом месте. Но РФПЛ поставил все-таки Зенит на первое место. Рассудили. Внизу турнирной таблицы важные изменения. Томи, наконец, ушла с последнего места. 15-ю и 16-ю строчку занимают Анжи и Терек, которые по-прежнему идут без побед. Ну, в футболе очень многие разбираются. Наверное, несправедливо с нашей стороны, что в этой студии только мы с Геннадьем Сергеевичем его обсуждаем. Поэтому мы даем вам шанс тоже поучаствовать и вне высказать свое мнение. Высказать его в бескрайних просторах интернета, но мы уже перенесем его на телеэкран. Естественно, сохранив всю орфографию, всю пунктуацию, всю стилистику авторов. Наша традиционная рубрика «Гайд Парк». Жозе Мауриньо об игре ЭТО. Когда ты два с половиной года играешь там, где у тебя нет мотивации, когда ты вне больших турниров, то теряешь чувство голода и аппетит. Нападающий Аустрии Филипп Хойзингер об игре с Порту. У нас было несколько хороших возможностей, а у Порту всего одна, которую соперник и использовал. А так у нашего вратаря был свободный вечер. Болельщики о матче «Марибор-Рубин». Рубин – вот истинная гордость нации. Болельщики о матче «Бавария-ЦСКА». Сангалин выиграл у Базеля, Базель выиграл у Челси, Челси выиграл у Баварии, а Бавария разгромила «ЦСКА». Представляете, какой счет мог бы быть в матче «Сангалин-ЦСКА». Биброснатха о матче «Рубин-Томь». Есть одно слово, которое можно сказать, но я не буду его говорить. Леонид Фидун о матче «Спартак-ЦСКА». За «Сангалин» Карпин не отмазался. Этот матч остается позором. Зенит, вопреки уже сложившейся традиции, не полетел домой после матча в Ростове. А в понедельник вечером, проведя тренировку, перебрался в Самару. К счастью, травмированных пока нет, но кроме Вячеслава Малафеева, Романа Широкова, Александра Анюкова, которые уже на бюллетене приличное время. Игра с крыльями состоится в среду. Но необходимо отметить, что футбольная программа этой недели, эта игра не исчерпывается. Еще одна игра состоится в субботу. Я думаю, что не стоит говорить с кем. И на этом сегодня все. В студии работали Сергей Акулиев. Всего доброго, футбольная столица. И Геннадий Орлов. Смотрите на жизнь с улыбкой. Футбольная столица представляет. Ребятам о зверятах. Часть вторая. В Безбрежном океане российского футбола водится много всякой гичи. У поверхности снуют настоящие акулы, способные за 90 минут обголодать добычу до костей. Одним из опаснейших хищников является рыбаконь, убивающая жертву одним ударом, чего попало. Ближе ко дну в мутных водах снует мелкая рыбешка. Но особую промысловую ценность имеет золотистый, а чаще серебристый карп. Карпинус спартакус. С характерным красно-белым мясом. Карпинус спартакус имеет большое удлиненное кверху тело, покрытое пиджаком и рваными джинсами. Он давно занесен в Красную книгу, но, может быть, вынесен оттуда в любую минуту, поскольку разводить карпа стало модным увлечением российской элиты. Особенно неуютно чувствует себя карп в пойме Невы. Местные жители, только завидев эту рыбу, пытаются глушить ее громкими криками. Карп обладает дрочливым бойцовским характером, успокаиваясь лишь после того, как заглотит пару мечей. Смотрите 28 сентября. Заказники Петровск. «Зенит. Спартак». Чемпионат России по ловле карпа.